Мы рады приветствовать вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеты. Как вы знаете, у нас проходят такие удивительные беседы, посвященные старцам, подвижникам благочестия, исповедникам веры, в общем, тем удивительным людям, которые украшают нашу церковь. И вот всегда духовный опыт их, он для нас очень дорог, ценен. И сегодня мы очень рады на самом деле, потому что мы встречаемся с отцом Владимиром, протерея Владимир Новицкий, он настоятель храма святителя Николая Мирликийского у Соломиной Старожки. Да, собственно говоря, мы именно здесь и находимся, при храме святителя Николая, где отец Владимир настоятель. И, конечно, вы хорошо знаете уже отца Владимира по его ответам, беседам, которые также у нас на библейском портале Экзегет предлагаются на самые разные темы. Да, и мне хочется вот немножко что сказать. Во-первых, отец Владимир, он духовное чадо протерея Михаила Труханова, известного исповедника веры, который прошел просто через какие-то жуткие гонения, но выстоял в этом. И Господь через горнила этих страданий явил его как действительно святого человека, святого наших дней. И отец Владимир, он духовное чадо отца Михаила. Поэтому мы, конечно, попросим отца Владимира поделиться своими воспоминаниями, впечатлениями. Но прежде всего, отец Владимир, для нас, конечно, прежде всего интересен ваш жизненный путь, как именно вы пришли к встрече с отцом Михаилом. Ведь вы же поначалу-то никакого отношения к храму, к церкви не имели. Ну, я не знаю, когда именно вы крестились. И вот вообще вы были врачом-психиатром, что для многих что-то такое вот необычное, для кого-то страшное, устрашающее. Но на самом деле это очень востребовано, полезно. И вдруг вот врач-психиатр становится священником, то есть что-то такое невероятное. Вот могли бы вы рассказать про свой сначала такой вот предварительный такой путь к вере, к Богу, когда крестились и как вы обратились к Богу? Конечно, путь человека к Богу всегда таинственен и связан не только с тем, что мы хотим, а часто, что Господь хочет. И Господь нас как-то ведет таинственными путями, непонятными для нас порой. Я вспомнил про своего отца, который был врачом-психиатром. И, собственно, с него началась наша уже последовательность врачей. И хочу сказать, что он был ветераном войны, много пережил. И был танкистом, участвовал в боях на Курской дуге, Берлин, Прага. В общем, прошел все-все самое горячее, самое трудное. И, конечно, безусловно, пострадал от этого, душевно пострадал. Потому что человек, который пережил такие стрессы, видел такое, не может остаться равнодушным. И я думаю, что он искал возможность объяснить свои страдания. Искал возможность как-то утешиться, может быть. Искал возможность как-то помочь другим людям. Я думаю, что поэтому он положил начало нашей династии врачей-психиатров и выбрал психиатрию. Хотя у него отец мой дед военный, и ни у кого врачей там не было, по его линии. Вот с него все началось, с моего папы. И я бы провел параллель, потому что Господь не давал мне покоя. И когда я стал врачом-психиатром, но это было уже в рамках нашей династии, как будто бы по инерции, не скажу, что у меня к этому было какое-то призвание. Хотя мне было очень интересно всегда это направление. Но поскольку душа была моя юная и не сформировавшаяся, то, конечно, говорить о глубине здесь нельзя. Но Господь меня не оставлял. Не оставлял, потому что у меня постоянно была вот эта духовная жажда, желание разобраться в душевной жизни, в духовной жизни, найти смысл жизни и так далее. Я помню внутреннее беспокойство по этому поводу, неуспокоенность. И психиатрия в какой-то степени способствовала этому, потому что психиатр всегда сталкивается с разными ситуациями жизненными, с невозможными скорбями, с людьми, которые тоже, может быть, ищут свои цели, но которые заблудились, которые находятся в тех или иных страданиях, болеют. Следующим этапом этого восстановления моего духовного, я бы сказал, был такой интерес к художественной литературе, в которой я пытался найти многие смыслы. Они для меня были недоступными тогда. Это Достоевский, это Толстой, я много читал Вересаева, сколько сам был врачом. Следующий этап, я думаю, это Октяна пустынь. Я туда попал, только покрестившись. Покрестился я не очень сознательно, опять же, в поисках, но как-то интуитивно тянулся, безусловно, ко Христу, интуитивно. И еще не понимая, что я делаю до конца, но все же следуя этому чувству, этой жажде, узнать Христа ближе, я пошел и сказал, что хочу креститься в один из храмов московских. И после крещения, помню, была удивительная радость. Эту радость я никогда ранее не испытывал. Это было что-то невероятное. Я, помню, находился как на седьмом небе. Не знаю, как это все объяснить. Это совершенно было не от мира всего. Эта радость, она потом прошла, конечно, но я запомнил. Это осталось в памяти. У меня то же самое было с крещением. Тоже не очень, может быть, сознательно шел, но ощущение во время крещения просто потрясающе. Такая радость, легкость, освобождение внутреннее. И даже чувство, переживание, присутствие Божие. Да-да, но я не понимал, что это за чувство. Потом можно было его сформулировать именно так, как вы говорите. Но тогда это было что-то необычное, что-то неземное. Я почувствовал, да, здесь я сделал то, что я хотел. Я пришел туда, к чему я стремился. И что же дальше? Что же дальше? Радость, она постепенно, конечно, ушла, потому что такую радость духовную держать невозможно надолго. И Господь ее отнимает, чтобы мы ее поискали, в конце концов. А далее была Оптина пустынь. Но тоже было как-то удивительно. Я случайно увидел одну из газет, где было написано «Оптина пустынь». Просто где-то в транспорте увидел эту газету и подумал, как так? Оптина и пустынь. Непонятные слова. Я же врач-психиатр, мне нужно понять пустынь. Ну, зачем ехать туда, где пусто? И отважившись, я поехал туда. Помню, мне было мало что понятно, но я испытал какой-то отголосок той радости, которая была после крещения. Я почувствовал интуитивно, что здесь особая глубина, что здесь Христос. Что сюда нужно приехать и уже сознательно сфокусироваться на этом направлении. Я решил поехать уже в отпуске. У меня было время. Я там прожил неделю. И с этого момента у меня началось такое сознательное вхождение православия. Когда, знаете, я представлял православие как некий бриллиант, который поворачивается разными краями ко мне, разными гранями. И одна грань лучше другого. Это тоже чудо Божие, потому что Господь может показать нам такой бриллиант и приоткрыть себя, насколько мы можем вместить это. Да, и эти грани, они как бесконечные. Бесконечные, они бесконечные. Они повторяются, они не повторяются. Я помню, это 90-е годы, там были люди, молодые люди вроде меня, которые еще ничего не понимали, но которые искали. И мы, встретившись там, в монастыре, мы много разговаривали о духовном. Конечно, многие что-то фантазировали себе, вели себя там непоследовательно. То уезжали, то приезжали, не знали, как быть дальше в миру. Вот с этим, что Господь открыл. Но у всех, знаете, была такая открытая душа и желание быть Богом. Это самое главное, это чувство всегда. Это нас соединяло всех. Да, удивительно. Вот, отец Владимир, я вот знаю, что Господь так сподобил, что в Оптиной пустыне вы в том числе оказались в ту самую Пасху, когда были убиты три инока. Ну, вот, ирмонах Василий, иноки Ферапонт и Трофим. Вот именно вы находились и даже присутствовали при этом. И это тоже как-то отразилось на вас, на вашей духовной жизни. Да, это был следующий этап моего духовного восстановления. До этого этапа я регулярно ездил в Оптину. И в отпуске, и не в отпуске. Раз в месяц я приезжал обязательно. Это было очень важно для меня. И каждый раз Оптин давал мне новое-новое. И многие вопросы, которые я хотел задать, они как-то открывались сами там, в этой благодатной атмосфере. Но все же, знаете, мирские привычки не отпускали. И трудно было решиться быть на все сто процентов православным христианином, я бы так сказал. Но далее был вот тот этап, о котором вы сказали, Пасха Красная, как сейчас ее называют, когда, знаете, удалось так соприкоснуться со страданиями мучеников, оптинских новомучеников. И я думаю, меня Господь поставил в эти условия, вот на эту Пасху, не потому что я там какой-то особенный, как и другие, которые были тогда со мной, не потому что я чем-то обладал, какими-то талантами, совершенно наоборот. Наоборот, я думаю, что по-другому я бы не справился, наверное. Именно поэтому Господь меня поставил быть свидетелем страданий новомучеников. А вы могли бы хотя бы немножко как-то рассказать, как именно это произошло, и что вы увидели? Ну, знаете, конечно, уже стираются какие-то нюансы. Уже много лет прошло. Но я помню, что мы были с одним моим товарищем, тогдашним послушником, а ныне уже он, Игумен, Оптяной пустыни, были в трапезной, перед чай, после слурбы, и слышали колокольный звон. У нас было такое пасхальное настроение. Хотя Пасха была тяжеловатой, как ни странно. Все какие-то были уставшие, и витало вот это тяжелое чувство, несмотря на пасхальную радость. Многие испытывали душевную тяжесть. Это было парадоксально и непонятно, почему. Потом делились между собой, и это было не у одного только, меня или еще вокруг меня. Это было достаточно спостранено. И вот мы слышали колокольный звон, и вдруг заволкает один колокол, потом заволкает другой колокол. И молчание, и крики, врача, врача, мы оба врачи. Мы находимся неподалеку, ну, может, в ста метрах от колокольни. Естественно, мы бежим. Колокольня, что такое, почему крики, почему врача? Видим, лежат трофимный, инокферапонт. Ферапонт бездыханный. Видно, что он умер. Непонятно, что с ним. То ли обморок, то ли... Трофим еще был живой. У него была агония. И мы взяли его за руки, за ноги. Я помню, нес его, держа за ноги. Потому что у него сапоги такие липкие. Чем он там мазал сапоги? А тот смотрел, есть руки в крови. Как так? Откуда кровь? Что такое? Потому что первая мысль была какая? Что чем-то отравились. Стало плохо. Переутомление. Почему люди упали и в таком состоянии? Потом смотрю, руки в крови. Как так? Положили его в храме на лавочке. И на глазах он отошел ко Господу. Прошло немного времени. И опять крики. Еще, еще несут, еще несут. И видим, несут вермонаха Василия. Несут его в центр храма. И несут его к мощам преподобного Роси Оптинского. Кладут его. Он живой. Он живой. Ни стона, ни звука. Видно, как ему больно. Как он несет эту боль. Подняли подрядник. У него две зияющие храны. Входная и выходная. То есть он пробит, был кинжалом насквозь. Вызвали скорую помощь. Приехала зеленая машина скорой помощи. Такая немножко растерянная. Фельдшер. Пытались сделать ему капельницу. Но вены спались. Ничего не получилось. Темно в храме, не светло. Взяли на носилки. Понесли его в машину. И поехали в реанимацию Козельска. И знаете, я помню, сижу у его носилок. И у меня, как у врача, желание утешить. Я говорю, ну потерпи. Осталось немножко. Сейчас мы довезем. Вижу, что он живой. Он молится. Молится. Губы в уши, а предмолитву. Это было видно. Но он был совершенно в себе. Он был с Богом. Я только почувствовал, что все мои слова, они совершенно нелепы сейчас. Что не нужно ничего говорить. Это просто не к месту. Надо помолчать, надо помолиться вместе. И мы уже остаток пути доехали. Такой в общей молитве. И мой товарищ, доктор, он тоже молился. И когда мы приехали в Козельск, и отнесли его в реанимацию, носилок, я помню, как он выкладывался на операционный стол. Еще помогал Стас, ее цапоги, сгибал ноги. Я еще думаю, надо же, слава богу, живой. Наверное, все хорошо, врачи его спасут. Мы так утешились, постояли. Потом прошло минут 20, выходит врач, говорит, все, давление ноль. Он скончался, он отошел. Так все это произошло. Ну, первое впечатление на эти, конечно, шок от всего этого виденного, услышанного. От соприкосновения и со смертью, и с убийством, и с мучением людей, и с новомучениками, и с такой тайной новомученичества. Это был и страх человеческий, то, что неизвестно, кто убийца, и у всех мысли, кто следующий. Потом как-то страх стал уходить. Было чувство чего-то великого, чего-то особенного и до конца непонятного. Но, знаете, вот прошло немного времени, и у меня появилась такая мысль, что страдания новомучеников хоть в степени были для меня тоже. Мне нужно было через это пройти, нужно было увидеть, нужно было увидеть эту кровь, для того, чтобы меня встряхнуть, и чтобы я покаялся, чтобы я стал православным христианином на все 100% до конца. И с этого момента, после этого духовного потрясения, моя жизнь изменилась уже окончательно в сторону православия, в сторону веры. Ну, сколько я мог это вместить, конечно. Следующий этап – это поступили в Богословский институт и знакомство с отцом Михаилом Труховым. Да, конечно, то, что вы рассказали, это уже что-то такое потрясающее, как такое непостижимое для ума таинство, соприкосновение с мученическим исповеданием, так лучше сказать. Здесь, наверное, даже не то, что смерть, а наоборот, переход от смерти к жизни, преодоление нашей земной ограниченности, вот эта молитва, которую вы увидели, как отец Василий молится. И, видимо, кровь мучеников, она действительно как-то преображает и освещает тех, кто находится рядом, и для них тоже, на них оказывает особое действие. Кровь мучеников всеми церкви, да, как у Тартулиана? То есть вы как-то оказались посвященными в таинство мученичества, в каком-то смысле, рядом находясь, соприкоснулись с этим, и это вас тоже преобразило. И дальше уже Господь постихонечку вас привел к отцу Михаилу. Да, да. Можете тоже рассказать, как это произошло? Ну, я вспоминаю, как моя знакомая врач пригласила меня к батюшке, сказали, что батюшка хочет встретиться с врачами. А батюшка всегда имел особое внимание к врачам, потому что когда-то его папа, священник, думаю, что он принял мученическую кончину на Колыме, отец Василий Труханов, хотел, чтобы он был врачом, и внулился об этом. И Господь вкладывал отцу Михаилу время от времени нужные знания, нужные мысли в этом как раз. Отец Владимир, может быть, даже знаете как? Может быть, вы даже немножечко расскажете про его жизненный путь, хотя бы какие-то основные такие вехи вы уже начали, чтобы прояснить для наших зрителей в целом об отце Михаиле, то, что и отец его был исповедником веры, новомучеником, и молился о сыне, чтобы он врачом стал, но он в итоге... Он очень расстроился, потому что там был еще у него брат, еще семья была большая, было 12 детей, но в живых осталось только двое. Он и Иван, его брат. И вот отец молился, кем будут его дети в будущем, и они так выбрали жребий после этой молитвы, и отец Михаил вытянул жребий, что он будет врачом. И очень расстроился, потому что он мечтал быть священником. Но видите, как в жизни устроилось, что он стал и врачом духовным, я думаю, ну и, конечно, священником с большой буквы, настоящим пастырем, исповедником, старцем. Христос нас учит, чтобы мы друг к другу относились так, когда он показывает картину страшного суда, как к нему самому. Что вы, говорит, сделали ближнему, сделали мне, Христос говорит. Значит, если я вас оклеветал, я в лице вашем оклеветал самого Господа Иисуса Христа. Если я вас украл, я украл опять-таки у Христа. Вот почему так страшен грех, всякий грех. Потому что всякий грех ближнему, это грех в отношении самого Спасителя мира, Христа, Бога. Поэтому ни один здравомыслящий человек просто не может грешить в этом против заповеди. Какие у нас могут быть грехи, неподвластные, так сказать, моему, грехи мысли, может быть, дурная мысль, хуйная мысль. Кто-то мне внушает моя плоть, мир окружающий, лежащий во зле, и сам дьявол. Тут уж я должен сражаться опять-таки молитвою. А уж умышленно, сознательно воровать, блудить, или там, скажем, убивать, это вообще страшно. Это даже нельзя представить, что мы это делали в отношении Христа Спасителя. Как это можно? И поэтому христиане, как сказано, они живут в мире, но не от мира сего, как Христос сказал про себя. Я не от мира сего. И последовать ее, они должны быть другими. Не от мира сего. Потому что они, христианин сказано, рождается от Бога, который есть любовь. Он другой человек. А благодать, что он, так сказать, Богом, в нем все Божье. И он только тогда может называться человеком, когда он живет по-Божьи. По-моему, в каком-то смысле он, находясь в ссылках, он тоже в каком-то смысле был и врачом, когда там эпидемиология, что-то там. Да, да, да. И к нему обращались в тех местах. обоих интересно рассказывалось. Он говорит, что Господь, когда надо, вкладывал ему необходимые мысли, как помочь тому и другому человеку, как организовать эпидемиологическую службу, как помочь человеку, который страдал сердцем или болел туберкулезом или, к примеру, более злокачественным заболеванием. Но при всем при этом, конечно, не хватало знаний систематических. И он говорит, что он удивлял врачей других с одной стороны глубиной своих мыслей, с другой стороны незнанием простых вещей в медицине. В силу того, что не хватало образования просто медицинского. Но, тем не менее, Господь делал его врачом, когда это было нужно другим людям. Даже врачом не только духовном, но и телесном. Самое главное, чтобы человек всем сердцем служил Богу, а Господь, если нужно, он просветит в самых разных сферах человеческой деятельности. Тут, может быть, мы тоже сейчас для наших зрителей напомним, что отец Михаил, он ведь как оказался сослым? За то, что он читал Священное Писание, вот у нас библейский портал, экзегет, и мы всегда должны напоминать, что за это, за то, что люди свою жизнь как-то связывали со Священным Писанием, их в ссылки, в лагеря отправляли. У него же, у отца Михаила, ну, тогда он просто был еще учащимся, своего рода кружок библейский возник, где они уже касались тем Священного Писания. Ну, вы уж простите, что я немножко так вот, просто я, когда познакомился, меня настолько потрясла жизнь отца Михаила, я просто своими впечатлениями немножко поделюсь, что, получается, ему не давали учиться из-за того, что отец священник, и они стали лишенцами, лишенцами, лишали всех прав, ни продуктовых карточек, уже 20-е годы были, ничего, то есть, голод отвержен всем. Потом, значит, в школу нельзя, сам отец тогда батюшкой учил детей своих, и уже, когда ему лет 13, по-моему, было отцу Михаилу, то уже сразу восьмой класс его взяли, но тут тоже потрясающе, как он мог справиться, чтобы овладеть вот этими знаниями, которые сразу в восьмом классе, и проучил всего лишь год, и уже там дальше куда-то поступил, уже не в школу, а что-то там картография, топография, аэрофотосъемка, что-то такое там, да, он и в астрономии разбирался, и потом институт, да, и вот его уже в ссылку, и там сколько было таких случаев просто потрясающих, уж попростите, что я немножко вас так прижал, на меня тоже большое впечатление произвело, вот, как все это возможно, отец Владимиров, Господь ему открывал, получается, многое, да, что он, не учившись, знал многие вещи. да, это так и есть, ну, хочу сказать, с самого начала еще, когда он был арестован за изучение Библии, фактически, за то, чем мы сейчас здесь занимаемся, хотя Библия официально не была запрещена, и нельзя было запретить изучение Библии по закону, но он был арестован все равно, и он так рассудил в свое время, что если его арестовали не по закону, если его арестовали совершенно неожиданно для него, и не было никаких предпосылок, никаких угроз и так далее, он понял, что в этом есть воля Божия, и просидев несколько месяцев в Бутырской тюрьме, ожидая приговора, когда он получил приговор, он возвратился в камеру счастливый, 41 год это был, счастливый, и все думали, ну что, на свободу, да, с вещами на свободу, но передай моей жене, там то, ему один говорит, другой говорит, ну ты передай моим родственникам, что я здесь, что я там, все нормально, да нет, что вы, кому я передам, 8 лет дали, 8 лет, да чему ты радуешься, кто сказал, оставьте его, он рехнулся, батюшка говорит, у меня будет такая была радость, я иду, весна, иду тремным двором, птички поют, там какая-то травка там зеленая видна, солнышко светит, а мне говорит, на душе Пасха, почему? Потому что все по воле Божией, я понял, что воля Божия такова. Я заинтересовался словом Божиим вплотную, после того, как получил известие от мамы, что мой папа был арестован, и получил от папы последнее письмо из Колымы, его на Колыму отправили, где он пишет, что я не знаю, что там, с чем ты будешь заниматься, я тебя знаю, каждый день, семь раз в день благословляю, чтобы Господь был с тобою. Вот после этого я стал заниматься уже и вести себя по-христиански. студентом четвертого курса астрономического факультета. Я регулярно посещал храмы, исповедовался, причащался, словом, стал вести строгую христианскую жизнь. Наступило время, когда я почувствовал, что недостаточно у меня знаний священного писания, поэтому я стал изучать и Библию, не только Новый Завет, но и Ветхий. И в этом отношении нашлись те мои товарищи по храмам и по тому стремлению также знать Слово Божие, как и я. Нас так образовалась там какая-то группа в три-четыре человека, которые одинаково стремились знать Слово Божие. И это продолжалось до тех пор, пока за нами не выследили и нас цап-царап, так сказать. Так я попал из общежития в Бутерке. Батюшка говорил, что он, находясь в заключении, в заключении он пробыл 5 тысяч пятьсот 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 дней, около 15 лет всего. Мне говорят, одни пятерки, я говорю, отличник. Когда надо, Господь делал меня и врачом, и изобретателем, и астрономом, и мыслителем, и утешителем, и кем только Господь не делал, потому что это было нужно другим людям. Это было нужно для того, чтобы имя Божие проповедовалось. Это нужно для того, чтобы Слово Божие услышали многие. И Господь мне сделал и делает. Я даже не могу рассказать, потому что этому трудно поверить. Я могу рассказать только близким людям, потому что это кажется нелепым. Но Господь мне делал всем. Да, ну я вот когда с этим познакомился, то у меня сразу как-то прояснилось в уме, вот как пророк Даниил, когда вот вавилонский плен увели, да, и выбрали там юноши, и вдруг Господь наделяет его такой вот мудростью и знанием, что он становится советником царя. И кто читает, подумает, ну это может быть какие-то сказки, легенды там древние, и как это так, что вдруг раз там становится настолько мудрым, что может царю давать совет. А вот тут мы видим, что оказывается у нас в 20 веке исповедникам нашей веры тоже давалась такая мудрость и такое знание, именно знания от Духа Святого, не теоретические. Отец Михаил там изобрел какую-то пилу специальную в тех лагерных условиях, чтобы там лучше это, там еще чего-то. А потом вот эти лабораторные исследования уже, то, что касалось медицины, проводил. И с ним советовались профессора и удивлялись, что он же не получал этого образования. А он делился опытом и говорил, и получается, что действительно Господь его наделил мудростью, как даром Святого Духа. Да, это так. Батюшка рассказывал, он, конечно, в заключении много раз тяжело болел, один раз болел на грани жизни и смерти, заболел пелагрой, это состояние полного истощения, потеря памяти даже. Я, говорит, знал созвездия, знал многое, я все забыл, я все забыл, я забыл простые вещи. Я помнил только одну молитву, и даже молитвы многие забыл. И одна молитва, которая всегда была в моем сердце, Боже будет со мной. Самая простая. И я все время ее подтвердил. И нашелся человек, который ему помог, там была одна женщина, фельдшер, который кормил его черникой, где были необходимы витамины для преодоления пелагры и так далее. Господь все вернул, восстановил. И вот это состояние близости Божией, оно было удивительным, потому что это держало душу в напряжении постоянно, в хорошем напряжении. Знаете, душа, когда расслабляется, она устает, а когда она напрягается, когда она работает, она, наоборот, чувствует себя хорошо и бодро. И вот, говорит, когда меня уже освободили, это 50-е годы, и я получил свободу, и вдруг я почувствовал, что мне прошло это напряжение, и я чего-то лишился. И как будто бы уже нет такой близости Божией, которая была все эти 15 лет. Я взмолился, Господи, да будешь со мной, как тогда, все эти 15 лет моего заключения, не оставляй меня, а будь со мной. И постепенно к нему вернулось это состояние, потому что душа нуждается в работе. И батюшка это всегда замечал. И Господь всегда был с ним. Он же еще говорил, что уже, по-моему, начало 50-х годов был, он все еще сидел, да, и ему предлагали адвоката, а он говорил, что раз я пошел по воле Божией, оказался в заключении, то, значит, и выйти должен исключительно по воле Божией, без всяких человеческих усилий с нашей стороны. Ну, просто вот потрясающе. Еще вот меня так поразило, что он же даже оказался и в холодном карцере, и он это описывает, что там специально такой карцер, куда специально холод подавали, какие-то стояли там, ну, я не знаю, установки холодильные, и, кроме того, еще все это помещение поливали водой, и оно было покрыто коркой ледяной, там, сантиметры там или два, и его на пять суток посадили, что на верную смерть получается, чтобы он там уже точно погиб. Вот, и он только вот ходил, молился, да, и, ну, там Господь так явил, что на вторые сутки ему некое вот внимание стали оказывать сами вот эти тюремщики, которые поняли, что ни за что сидит, как-то там его кормить усиленно. Господь их вразумил просто, да, через них вот вас. Ну, то, что вот он прошел именно через эту холодную карцер, где верная смерть, и, а он пришел без, даже без зимней одежды, он не знал, куда его ведут, в простой робе, и все-таки вот, ну, просто это какой-то, ну, фактически как новомученик, но Господь дал ему силы преодолеть этот вот исповедник веры. Да, он рассказывал, что на хаотических условиях он продолжал строго поститься и отказывался от еды, несмотря на то, что, казалось бы, можно было как-то все укрепить пищей, но он отказывался, и он ходил, как он сказал, восьмеркой по камеру, по камере, а там были щели в полу, из которых подавался холод из холодильной установки, периодически останавливался, когда уставал, облокачивался к стене, но на стену невозможно было бы катиться, она была как морозильная камера, и он облокачивался, опираясь на пальцы, и там от пальца были такие отпечатки, потому что лед таял под пальцами, были прям такие углубления, там, где он останавливался, и, конечно, у него была на устах одна молитва, и то же самое Божий будет со мной, Иисусу молитва, и он всегда образовался к Господу Иисусу Христу, это его вот такая практика, обращение к Богу, и когда у него спрашивали, батюшка, почему вы обращаетесь не к Божьей Матери, а к Господу Иисусу Христу, он говорит, ну как-то с детства я привык, как-то Господь мне всегда был близок, он всегда отвлекался на мои молитвы, еще в детстве, когда его папа тяжело заболел, он рассказал, когда у папы был аппендицит, осложненный, и папу взяли в больницу, и потом из больницы выписали, потому что он был уже неоперабельный, и папа говорит, Мишенька, а ему было, по-моему, лет 9 или 10, ты помолись за меня, иди прочитай несколько раз «Отче наш», прочитай еще несколько молитв, помолись Господу, он тебя услышит, и он сделал полностью вот все, что папа сказал ему, папа говорит, ну теперь, Мишенька, я посплю немножко, а ты иди отдохни, папа проснулся, и прошло несколько часов, папа уже пил чай со всей семьей, вот такое было чудо, вот так Господь его услышал, начиная с детства, и так в течение всей жизни. Его даже не стали ведь оперировать, его не стали оперировать, да, что пусть дома умирают, а тут получается молитва сына, молитва ребенка, она исцелила его, ну Господь, конечно, исцелил, Господь исцелил его, по молитве, да, такие вот просто потрясающие вещи, мы, конечно, должны об этом рассказывать, потому что отец Михаил Труханов, это действительно святой человек, который, ну он мир-то покинул в 2006 году, и получается, что он наш современник, а мы про него-то не особо знали, то есть мы не замечаем тех святых людей, которые находятся и живут рядом с нами, а может быть мир держится за счет молитв таких вот святых людей. Да, так и есть. Если у нас есть молитв на общение со Христом Спасителем, то все остальное получается. Потому что Христос Спаситель хочет спасения всех человеков и своей божественной любовью. Он, понятно, всем желает нам только блага, только праведности, только спасения. И мы, когда молимся ему, все остальные молитвы, как и все восполняются. Поэтому нам, грешные люди, только молитвы по Христу. Он любит божать любовь всех. Ну, я вот еще просто поделюсь, я, когда знакомился с жизнеописанием, то меня, конечно, потрясло, что уже когда он священником стал, стал служить, и там, получается, что была даже зависть уже со стороны некоторых священнослужителей, и оговоры были, потому что люди шли именно к отцу Михаилу, да, и там такие оговоры писали, что якобы он там пьет в алтаре и нарушает евхаристический канон во время литургии. Просто его и так и отстранили на какое-то время от служения. Меня поражает, сколько таких потрясений, и даже удар от своих получается. Удар от своих, а он все равно, он продолжает любить Бога ближних, он не обижается ни на кого, несет, как вот от Господа неспособный крест, и как будто, ну, ничего вот нет. Это я делюсь, отец Владимир, тем, что меня особо затронуло. Вы-то, конечно, более глубоко погружены в наследие отца Михаила. Знаете, меня всегда потрясало, что батюшка никогда никого не осуждал, никогда не роптал на свои страдания, на то, что он пережил. Никогда я такого не услышал. Да, вы знаете, вот мы немножко так вот рассказали о его жизни, и теперь, конечно, важно было бы поделиться со всеми, кто нас видит, слышит, именно вот вашим опытом соприкосновения с отцом Михаилом. Как вы к нему попали, да, и какое было руководство со стороны отца Михаила? Ну, вообще, вот личные впечатления. Да, ну, я хочу сказать, что я попал к нему первый раз вместе с верующими врачами, было несколько человек врачей, и был приглашен я. И батюшка много рассказывал о христианской вере, о Христе, о любви к Богу, об отношении к людям. И, конечно, наши сердца горели, когда этот рассказ длился. И батюшка умело говорит, знаете, он говорил всегда с такой властью любви. И он говорил так, что никакое слово не подвергало сомнению, никогда. Вот нас не было, я помню, сколько мы с ним были знакомы, ни разу не было такого, что, может, что-то он не так сказал, может, как-то он неправ, может, он сказал что-то не точно. Нет, ведь вот эта власть любви и благодать Божия, которая была с ним, она утверждала его слова в наших сердцах. И вот когда мы закончили беседу, врачи стали уходить, батюшка меня подозвал к себе, и говорит, Владимир Владимирович, называет мне помеотчество, хотя я был молодой человек совсем тогда, я бы хотел, чтобы вы были нашим. Вот я имею в виду не только за этим столом, а чтобы нашим, с обратом. Я тогда еще, ну, конечно, не мечтал о священстве, и эта мысль меня затронула. Я бы сказал, глубоко затронула. С этого момента она мне поселилась, и у меня была такая твердая уверенность, я бы сказал так, что я был священником. Это была такая, что дерзновенная уверенность. Конечно, она ни о чем не основывалась, только на вере, слава отца Михаила, но тем не менее это жило у меня уже с этого момента. Это было и благословение святого человека. Наверное, так, да, наверное, так. И потом были последующие встречи, регулярные встречи. Почти каждое воскресенье были у батюшки. У батюшки было много людей всегда по воскресным дням. Часть его чад приходили к нему в храме. Мы были среди тех чад, которые могли войти в его квартиру. Жил он в метро Новослободской, в старом московском доме бывшей гимназии. Когда мы приходили к нему, мы набивались в маленькую тесную комнатку со старинными иконами, с книгами. Кто где, кто в углу, кто сидел, кто стоял. И место невозможно было найти свободного. Но как-то мы туда умещались. Но была еще одна смена, которая ждала на личной площадке. И была еще одна смена, которая должна была прийти с улицы, когда мы уходили. И вот батюшка всегда молился перед беседами такими воскресными. Всегда спрашивал у Бога, о чем говорить. Как он потом признался. Господь ему открывал те или иные направления. И батюшка так интересно рассказывал всегда. Это фактически был же монолог. Иногда что-то можешь ставить, какие-то вопросы только можешь задать. Ты же слушаешь, сидишь. Это было очень интересно, было энергично. Это было с любовью. Это было с той духовной властью, которую я сказал уже. Это было с образами очень интересными. Со сравнениями какими-то. Со вспоминаниями из жизни. С описаниями каких-то интересных случаев жизненных. И воспоминаниями о интересных людях. То есть слушать его можно было часами. Это было совершенно неутомительно. И хотелось еще и еще. И я помню брал с собой диктофон. Кстати, многие записи вошли в книги, которые можно увидеть на столе. Ну и не только я, там еще чадо записывали. И когда выставляли диктофон между тарелками, батюшка сюда любил угостить. Батюшка говорил, он говорит, шпиона. Шпиона опять принес. Вроде так, как будто бы бронился, ну так, с любовью. Но потом благословил все равно запись. И все это записывалось. Все шпионы стояли и работали. Все записывалось на диктофон обычно, все наши беседы. И потом прослушивалось. И потом это легло в основу многих книг. И слава богу, что это было. То есть книги представляют собой расшифровку записей. Многие книги, да. Многие книги. Вот воспоминание чад, я имею в виду, прежде всего. А, ясно. Да. Наш праведник Ян Кронштадтский говорит так. Если ты добавляешь грех ко греху, то в тебе больше и больше все образина дьявольская вместо образа Божия формируется. А если ты будешь все больше и больше творить добро с любовью, то у тебя будет проясняться, светлеть твой образ Божий, в котором ты должен быть, пребывать. Христос говорит, я путь. Никто не приходит к Отцу Моему, как только через Меня. То есть через смирение и любовь, которая воплощенно давала нам образ сам Христос. Он, сказано, дал нам пример, как мы должны поступать. Другого пути нет. Путь смирения и любви. Вот этот путь Христос, которым мы возвращаемся к тому, что утратили через гордыню. Значит, мы, раскаиваясь в своих прежних грехах, должны становиться на путь спасительной христианской жизни. А христианская жизнь предполагает, что мы спасаемся с помощью Божией, молимся, и как члены православной церкви должны окормляться таинствами церковными. А там как раз есть и крещение таинства, и миропомазание, и исповеди, и причащение, и все остальные таинства. Как батюшка нас встречал. Ну, во-первых, когда мы к нему шли, то мы шли всегда со страху, как на экзамен. Ну, уж думается, сколько батюшку знаешь, а все равно идешь, как на экзамен. Ты знаешь, что батюшка тебя видит насквозь. Естественно, тебе совестно, что ты несовершенен, и что тебя сейчас раскусят, какой ты есть на самом деле. Ну, такие мысли в голове. Вы же с супругой приходили. С супругой, да, с супругой, с другими другими чадами, да. Ну, вот, приоткрою секрет, я с супругой, с матушкой вашей, тоже немножко поговорила, она так и тоже признается, что с таким священным страхом, с трепетом, всегда мы прям... Вот, да, подходим к двери, значит, квартиры. Кто будет звонить первой? Нет, ты, нет, ты. Страшно позвонить даже. Звоним в дверь. Батюшкин в шаге. Открывается дверь. И тебя встречает любящий человек, который давно тебя ждал. Твой родной, любимый, ну, как дедушка, знаете, для которого ты любимый внук, любимая внучка. И который тебя обнимает, который тебя целует, который радуется тебе, искренне радуется. И берешь благословение у батюшки, он благословляет, хочешь поцеловать ему руку, а он сам пытается свою руку поцеловать. Ты столько в нее в любви была. И сразу вот этот страх проходит, и ты чувствуешь себя так хорошо-хорошо, как в семье, знаете, вот как будто ты пришел домой. И рядом с тобой любящий отец. Потом мы все собирались, высаживались вокруг небольшого столика. Верю Александру, его матушка, она накрывала на стол. Была традиция обязательно кормить. Обедали мы, не обедали. Нужно было съесть большую тарелку супа, хлеба и так далее, и так далее. Нельзя было не съесть. Ну, батюшка вот имел такую традицию кормить всех, видимо, сам наголодавший в свое время имел вот такое обыкновение, такую хорошую, добрую привычку. Но, знаете, это была духовная пища, конечно, прежде всего, приправленная любовью. Интересно, что священнослужители, он всегда сажал под низенькую полочку с иконами, там сбоку у него была, и сидеть там ровно нельзя было, надо было наклонить голову. И эта полочка называлась потолок смирения. И батюшки должны были сидеть под потолком смирения обязательно, согнувши свою голову немножко. И потом начиналась беседа, соответственно. А вот какие-то наставления запомнились? Знаете, вот мне запомнилось, что бывало так, что идешь к батюшке с вопросом или с вопросами, и вдруг батюшка в общей беседе начинает отвечать на эти вопросы. И ты поражаешься, насколько это точно. Ну, например, вот у меня было два вопроса. Первый вопрос по ремонту квартиры. Ну, вопрос бытовой, там буквально секунды какие-то, спросить благословение и все. Второй вопрос по молитвам правилу, потому что мы с матушкой хотели молиться таким-то, таким-то правилом дополнительно. И вдруг батюшка в общей беседе начинает пространно говорить о ремонтах, о том, что не надо много вкладывать души в эти ремонты, что нужно спокойнее, надо, чтобы они не мешали главному, что это не должно быть на первом месте, что не надо привязываться к квартирам и так далее, и так далее. Ну, так, конечно, с любовью все это говорится, между прочим. А потом вдруг, неожиданно, обращаясь ко мне, а молитесь-то вы так, и вдруг называют то самое правило, которое только я знал, оно только вот мое. Мы были в шоке. Конечно, уже нечего было спрашивать после этого, и так было много раз. Ему душа была уже открыта, человеческая. Он видел, с какими вопросами, нужными приходят. Просвещенный Господу он это вот открывал, но при этом как бы в общей беседе получается. Да, в общей беседе, да. У него было две темы. Первая тема, он всегда спрашивает, когда причащался? Если бы тот новый человек пришел, когда причащался? Если причащался давно, то, конечно, батюшка делал замечания и вразумлял, что причащаться нужно чаще. И очень много говорил о участии в Таинстве Евхаристии. Второе, о чем он говорил много, и повторяясь, о Слове Божьем. Читайте, вчитывайтесь, исполняйте Слово Божие, читайте Библию. Я всегда спрашивал, сколько раз ты прочитал Библию? Ну, кто-то там ни разу. А вот сидит там несколько его чад, которые приехали издалека, там две-три бабушки. Вот какая-нибудь Пелагея там показывает напротив. Вот она прочитала 25 раз Библию, а ей там лет за 80 уже такая бабушка сидит. Вот какая-нибудь Агриппина. Вот она прочитала меньше, 10 раз Библию подряд. Вот, а вы сколько раз Библию прочитали? Поэтому он постоянно говорил об этом, читайте Слово Божие, читайте Слово Божие. Думаю, что же он одно и то же, вот напоминает нам уже, мы все знаем, да, надо читать Слово Божие, там стараемся читать. Но потом, когда батюшке не стало, стало понятно, насколько это важно, насколько важно научиться любить Слово Божие. и питаться Словом Божьим, и вразумляться Словом Божьим, и руководствоваться Словом Божьим. И как часто мы это опускаем, к сожалению, в своей жизни. Тексты Евангелий, они с вами всегда, где бы вы ни были. На Крайнем Севере, где вы в церковь не попадёте, в больнице, где мало что бывает. Тексты Евангелий, какие-то отрывки уж мы обязаны знать с вами. Священномоченник Игнатий Богоносец говорит, «К Евангелию мы притекаем, как к плоти Господа Иисуса Христа». Я читаю Евангелие, исполняю его, я как бы приобщаюсь уже к Христа. Чувствуете, какая высота и святость присутствует только Евангелие. Вот почему Евангелие нельзя не читать. Вот в воспоминаниях отца Михаила тоже есть. Он рассказывает, как в ссылке в одном из лагерей, он там как-то кто-то смог передать Библию, потому что, ну, не знаю, там или какую-то там дали взятку охране или чего. В общем, Библия пришла, и они разделили на тетради, и у каждого на части разделили, у каждого была своя часть. Ему досталась Евангелие от Иоанна. И он его постарался вот наизусть звучить. То есть настолько вот он любил тоже Священное Писание. Они как вот так вот старались спрятать, чтобы никто не нашел, потому что постоянно были проверки. И ведь действительно как-то удалось все это вот так вот пронести через лагерную жизнь. Поэтому он понимал ценность Священного Писания. Во всех тех местах, где мне приходилось быть заключенными вместе, я всем и каждому старался внушить жизнь христианскую, жить по Евангелию Христову. Используя все возможности, в том числе и урки, и обычные заключенные. В части урок, ну, тут отдельный разговор. Урки, они обычно в лагере, они занимали отдельное место. В секции барака, где жили только одни урки. Потому что у них всегдашний гвалт, всегдашний ругань, каждая фраза с матом. И такое, что вы, если туда что-то придете, вот я поначалу, я пришел туда и стал им своим греховным языком что-то говорить о Христу. Никакого не манишь. Та же перепляс, так же все по-старому. Но не забывайте, я христианин. Меня ведь посадили за Библию прежде всего. Я знал несколько глав на Иисусе из Евангелия. Поэтому я, скажем, потом уже понял, что нужно начинать с Евангелия. Я ничего никому не говоря, читаю Евангелие вслух, две главы подряд. И тишина наступает. После этого, после прочтения этих двух Евангелий, которые они слушают, еще главарь какой-то там с третьих нар крикнет «слушать», все замирает. Я тогда с ними говорю час, они меня слушают. И даже то, что я уже говорю им о Христе, о Христе, о Евангелии, о Церкви, слушают. Но начинается, повторяю, с Евангелия Христова. Мы, конечно, говорили, что это и даже было от собратьев некое гонение, но вот патриарх Алексей Первый все равно его восстановил, уважал его. А вот когда вы познакомились, он где служил? Он заштатный священник уже был, он уже не служил. Он служил дома по благословению архиереи. Он же в возрасте, потому что, да. Да, в возрасте уже по болезни. Не было благословение служить дома. И исповедь тоже, да, вот приходили на исповеди? Ну, очень редко. Батюшка больше вразумлен, наставлял, но исповедоваться можно только по особому случаю, чем было. А так и благословение было исповедоваться у приходских священников. Ну, потому что это же понятно на самом деле. Потому что столько много людей шло. Это невозможно было. И это просто невозможно. Невозможно, физически невозможно. Я вот тоже помню, когда в лавре отец Кирилл, шло столько людей, что там просто это... А получается, что если приходили, но очень быстро, слишком быстро, и, видимо, отец Михаил, он старался как раз вот этого избегать. То есть он говорил, люди же приходили за советом, вот он совет предлагал. Конечно, конечно. Исповедоваться можно было и в храмах. Но при необходимости, конечно, у него, когда что-то происходило из ряда вон. И потом вот он вас потихонечку так вот и привел к священству. Ну, конечно, на меня оказало это колоссальное влияние, потому что, знаете, я видел, каким нужно быть священником и каким нужно быть христианином. Я, конечно, сам далек от этого идеала, но я хотя бы знаю, ну, как это должно быть. И когда видишь глазами, когда знаком с таким подвижником веры, то это оставляет след в сердце навсегда. А вот, может быть, какие-то еще случаи или вот его наставления, может быть, тоже вот можете поделиться. Конечно, я понимаю, что во многом это, наверное, личного такого характера. Ну, что-то еще, если особенно ярко как-то запечатлелось? Ну, батюшка всегда сопереживался, страдал, когда у нас были трудные обстоятельства. У нас болел сын. И батюшка очень жалел супругу мою и всегда старался сажать ее поближе к себе. Иногда мог позвонить, неожиданно спросить что-то о самочувствии и так далее. Это было удивительно, потому что батюшка сам позвонил и поинтересовался, потому что у него было столько час, столько встреч, речь, такая занятость, что это было что-то из ряда вон. Но вот удивительно, что его слово, оно лечило. Знаете, уходило всякое скорбь, появлялась надежда, появлялось такое внутреннее понимание, что ты, терпяя и не ропща, исполняешь волю Божию. Я думаю, что это главное чудо, наверное. Знаете, потому что подвести и к этому и помолиться, чтобы человек вразумился именно в этом направлении. Это великое дело. Отец Владимир, вот мне сейчас такой вопрос возник, или мысль просто, что в наше время очень многие люди, они ищут старца. Но ищут с какой целью? Вот у них какая-то там беда, скорбь, и они хотят найти такого старца, что вот он помолится и все пройдет. Или он, значит, так вот тоже откроет волю Божию, что все сразу станет, как вот в сказке, счастливая такая жизнь, безоблачная. Я вот, когда знакомлюсь с жизнью самого отца Михаила, получается, что он же сам через такой тернистый путь прошел, и вот Господь и дал ему благодать. И, наверное, он тоже наставлял своих чад именно в этом. Не убегать от креста, а правильно принимать его. Вот как вы скажете из вашего воспоминания об отце Михаиле? Ну да, я думаю, что, наверное, главное его поучение это было, собственно, это была его жизнь сама. То, как он все эти страдания перенес, переносил, то, как он безроботно терпел, никого не осуждая, не проклиная, не говоря ни слова о своих мутителях, дурного, плохого. И всегда со страданием, с молитвой, и у него было все время желание молиться за Россию, в частности, такое дерзновение было. И он составлял молитвы России, переживал за то, что происходит с Россией. Конечно, он любил очень свою Родину. Именно как, знаете, место его духовного становления, то, что если не будешь любить Родину, то не сможешь любить и Царство Небесное, и Духовную Родину. Это все взаимосвязано очень. Божья, как это нам прививал тоже в свое время. Да, потому что Родину нам тоже Господь. Господь дал, да. Господь дал. И были свои молитвы даже о России. Да, да, да. Божья, да, были свои молитвы, покаянные. Вот это да. Это все, конечно, для нас урок тоже. И сейчас, вразумление. А то, что ни одного дурного слова о своих гонителях, это тоже, я думаю, для многих людей должно стать неким вразумлением. Да, да. Как вы сказали, он хранил у себя в заключении часть Евангелия от Иоанна. Там почти весь ингелист у него был. И он почитал апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Это был его любимый святой. Часто обращался к нам, молился. И поскольку знал это Евангелие наизусть, то цитировал постоянно его. Апостол о любви. И вот эту любовь он пронет всю всю свою жизнь. И передал нам, вот как нужно это делать. Как нужно жить. Как нужно терпеть. Как нужно исполнить волю Божию. Если я, человек грешный, но я стремлюсь исполнять волю Божию, а воля Божия заключена в его слове, я тем самым буду освящаться. И вот тогда, через освящение, которое дает Господь, я приближаясь к Нему, начинаю ходить то, что мы называем благодатью святаго Духа. То есть я целиком в один Духом Святым и исполняю и то, что я должен делать во Христе. Без греха. Поэтому и сказано у апостола Иоанна Богослова, что мы не можем грешить. Если я со Христом, если Христос со мною, то как же я могу грешить? Но для этого мне нужно через исполнение заповедей приобрести любовь. Ну вот когда смотришь на отца Михаила, поражаешься еще в том смысле, насколько он разносторонний все-таки человек. Есть какая-то внутренняя такая одаренность. И когда слушаешь его речь, есть же, сохранились записи, то поражаешься, насколько он не просто вот грамотно, а язык литературный у него. А где-то даже и такой философский язык, и высокий язык, духовный, и богословский язык. И он же писал в том числе и о творчестве. Вот я просто одну его мысль вспоминаю, что если человек смиренный, то ему любой вид творчества пойдет на пользу. Любой вид искусства, которому он посвятит себя. А если гордый человек, то он любое творчество, любой вид искусства, ну или там даже научные какие-то свои достижения, он это будет использовать во вред себе, чтобы себя там на какой-то пьедестал самобожествления возводить, гордыни. И тогда это окажется разрушительно. То есть в основе всей нашей жизни должна находиться что? Это именно духовное становление, созидание добродетели в себе. во главе которых это смирение. Потому что если смирение, то и благодать Божия будет рядом. А если гордыня, то все порушишь. Ну вот я так вот понял из наставления. Очень часто об этом говорил. Он говорит, что тайна открывается смиренным, цитирую еще на Писании. И много говорил о смирении, о том, что это основа всякого творчества, как вы сказали. Основа всякой духовной жизни без смирения невозможно. Основа любви, потому что человек несмиренный, он не может любить. Смирение Божийский очень много говорил. И сам был смиренный по-настоящему. Вы действительно соприкоснулись с просто удивительным человеком, человеком святой жизни. И когда слушаешь, что кто-то соприкасался с таким человеком, то невольно как-то жалея, что сам не имел подобного опыта, хотя каждого Господь, наверное, ведет своим каким-то путем, дает свои утешения, свои выразумления, но вот у нас, к сожалению, завершается наша беседа. Хотелось бы побольше посвятить этому времени. Может быть, мы еще вернемся к этой теме, я надеюсь. Но сейчас завершая нашу беседу, могли бы вы поделиться каким-то основным таким наставлением отца Михаила Труханова, то есть как бы некое его духовное завещание всем нам. Что нам нужно уяснить для себя, когда мы вспоминаем отца Михаила? Ну, я бы сказал, сфокусируясь на главном, я бы сказал, что это ревность побозья, это решимость следовать воле Божией, это желание быть Богом, та самая молитва, которую пронес счастье в свою жизнь, Боже, быть со мной, это священное Писание, Слово Божие, которое нужно читать, вчитываться, исполнять, питаться духовно и, имея смирение, приспать в любви, о которой Божий часто говорил и который сам имел и распространял вокруг себя. Боже, будь со мною. Вот главная молитва для каждого из нас, ну, все молитвы на самом деле главные, но в какой-то период может получиться так, что просто вот как вздох души, когда очень трудно, тяжко и от самого сердца нам остается произнести, Боже, будь со мною. Отец Владимир, мы вас очень благодарим, я надеюсь, что мы еще продолжим беседы, потому что очень много есть тем, особенно учитывая вашу прежнюю сферу деятельности, вот как это соприкасается с служением священника, знанием психиатрии, возможно, это очень востребовано в наши дни, но самое главное, что вы действительно в своей жизни имели такое счастье знать лично святого человека, ну пусть он еще пока не прославлен в лике святых, но мы же знаем, что Господь святого уже в жизни его земной созидает, да, и человек уже еще на земле, будучи, приобщается благодати Божией, а именно благодать Божией она его и освящает, а уже потом вот такие человеческие какие-то там изыскания, комиссии по канонизации все это исследуется, и уже для общецерковного почитания, но мы-то понимаем, что очень много у Бога своих служителей, которые, как вот светильники, освещают тьму мира сего, и вот таковым именно являлся отец Михаил Труханов, исповедник нашего времени, благодарим вас, отец Владимир, и надеюсь, что с Божьей помощью наши беседы о подвижниках, о старцах, о святых людях продолжатся. Всего доброго вам, дорогие братья и сестры, храни всех Господь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.